В прямом эфире главного информационного радио страны Вести ФМ, как всегда, в это время, в субботу, программа «Бывшие о жизни стран ближнего зарубежья». Это постсоветское пространство Армен Гаспарян и Алексей Мартынов на боевом посту. Анатолич, рад тебя приветствовать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогой камрад Армен Сумбатович. Анатолич, начать я хочу с новости сегодняшней. Федеральная служба безопасности раскрыла подготовку убийства на двух журналистов. Маргарита Симонян, Ксения Собчак. Потенциальные убийцы выполняли задание СБУ. Не первый, к сожалению, к огромному подобного рода прецедент за последние полтора года. И мы опять в очередной раз не видим вообще никакой реакции международного сообщества на откровеннейший терроризм. Ну, а какой ты реакции, ты ждешь, если они всем хором, так называемое международное сообщество, ты имеешь в виду, наверное, группу западных стран, которые на минувшей неделе собирались как раз в Вильнюсе по поводу того, как им жить дальше, я имею в виду саммит НАТО. Вот. И они там пытались как-то, значит, собрать какую-то фронту, да, относительно давления Вашингтона, продолжать эту бессмысленную бакханалию на Украине, на Украине тратить на это силы, средства, ресурсы. Вот. И кормить этого монстра, я имею в виду сегодняшний режим Зеленского, который в том числе и занимается активной террористической деятельностью. Но ничего у них с этой фронта не вышло. Как только, так сказать, они посмотрели в глаза немощному императору Палпатину, ну, я имею в виду Байдена, как-то у них сразу все, так сказать, превратилось в лебезение и заверение всяческой поддержки и продолжение этой бакханалии. Поэтому я не очень понимаю, какой и от кого-то реакции ты ждешь, от какого-то такого мифического международного сообщества. Ну, может быть, не обязательно западного, но вообще хоть от какого-нибудь. Ну, слушай, от какого-нибудь, наверное, будет. Это же свежие новости, так сказать, выходные, туда-сюда. А, ну, то есть ты хочешь сказать, что в понедельник вечером, да? Ну, типа того, ну, конечно. А что же нет? Выходные, лето, отпуска. Что ты еще раз ждешь в этой ситуации? Какого рода реакции? Это же уже обычное дело, общее место, понимаешь, что, а, Украина – это террористическая конструкция, но я имею в виду украинский режим, естественно, сегодняшний, да? И, б, ну, они вот занимаются подобными вещами. Ну, да, слава богу, кстати, сказать, что эта новость не про совершенный теракт, а про предотвращенный. Слава богу, и, так сказать, всем жить до 120 лет, как говорят в Израиле, понимаешь? Хорошо, Анатолич, застыдил ты меня. Давай тогда к саммиту Альянса, который ты упомянул. Тебе не кажется, что гора родила мышь? Ну, конечно. Должен был быть съезд победителей, должны были короновать хутор за невиданные успехи в контрнаступе, а получилось вообще, что саммит даже не имени Украины, а скорее имени Швеции, ну, по крайней мере, первый день так точно. Ну, слушай, если мы обсуждаем ту медийную повестку, тот медийный разогрев перед этим саммитом, то, безусловно, там Украина, Украина, вокруг Украины, вокруг украинского вопроса, поедет Зеленский, не поедет Зеленский, хочу, не хочу, не буду, вот, так сказать, я на вас обижусь, там всякое такое, понимаешь? Но, как мне представляется, в общем-то, почему такое значение этому саммиту придавалось в ряде стран, действительно, единого мнения в нас, в общем-то, нет по поводу продолжения всей этой истории. Конечно, им сложно, вот, в сегодняшних условиях, в сегодняшних трендах каким-то образом отказываться от, там, формальной, неформальной, деятельной поддержки Зеленского, ну, понятно, что этот кейс разогрет до невозможности, но, с другой стороны, и стало это тяжеловато, дороговато и стремновато. И вот чего уж точно не хотят большинство натовских стран, это прямого столкновения с Россией, то есть прямого участия в конфликте с Россией они точно не хотят. Хотя, так сказать, Вашингтон все дальше и глубже втягивает и приближает этот эротический момент, и это многие понимают. И мне кажется, что вот действительно накануне этого саммита они как-то пытались, я имею в виду некоторые несогласные страны, пытались, так сказать, сгруппироваться, пытались какую-то общую аргументированную позицию выработать, пытались как-то, ну, готовились, по крайней мере. Ну, видишь, у них ничего не получилось. Действительно, гора родила мышь. Что касается членства, не членства Украины, ну, все же прекрасно понимают, что никакого членства, в принципе, ну, кроме как в сообщениях там или в каких-то новостях или материалах по этому поводу или там заявлений разных деятелей, ну, естественно, не будет, понимаешь, вот, по крайней мере, в том состоянии, в котором сегодня это все находится. Ну, естественно, это очевидно. И, конечно, вот этот вот прецедент, связанный с тем, что, например, отменили ПДЧ, да, для особых случаев, но тоже они меняют, идут на какие-то такие компромиссы сами с собой, меняют собственные правила, но заходить за эти правила или заходить за эти принципиальные линии, они пока не готовы. И, ну, я надеюсь, что не зайдут. Ну, по крайней мере, точно абсолютно развитие этого всего сюжета ведет к прямому участию в конфликте с Россией, что, мягко говоря, чревато серьезнейшими последствиями и с перспективой мирового конфликта, как вот многие говорят об этом. Анатолич, сегодня Нью-Йорк Таймс, которая вообще в последние, скажем, три недели, по-моему, все больше и больше превращает уже в газету «Правда», потому что у них каждый день какая-то зрада для Украины. Сегодня Нью-Йорк Таймс сообщила, что по их подсчетам более 20% бронетехники, которую коллективный запах с миру по нитке собрал для футора, уже как бы потеряно. Ну да. И это является для коллективной демократии, в общем, чрезвычайно неприятным моментом. Сегодня вообще голос Америки, небезызвестный, со ссылкой на Зеленского сказал, что Россия очень подло мешает Украине контрнаступать. Ну да, ну да, действительно, если бы не Россия, так они бы как контрнаступили, вот, сами себе на причинное место, понимаешь, и этим бы все закончилось. Ну, действительно. Еще раз, понимание тупиковости сюжета, оно буквально висит в воздухе, и там чуть ли не каждый день мы можем встретить подобные настроения в западных медиа, в западных газетах, там, в американских, европейских, разных. Другое дело, что инерция процесса такова, что они не могут выйти из этой истории. Они не могут из нее выйти, понимаешь? Там Байден вообще, так сказать, мне кажется, удачно приобретя такую славу маразматичного деда, активно пользуются этим всем. И даже когда у него не включается, так сказать, очередной приступ маразма, он на всякий случай придуривается, плохо вижу, мало понимаю, не помню ничего, еще я вам не обещал. Знаешь, здесь же еще такой принципиальнейший вопрос, и в том числе его, очевидно, собирались поставить вот в рамках этого саммита НАТО ряд европейских стран-членов Альянса, ведь они же кинулись в эту русофобскую истерию вокруг украинского кейса, в общем-то, рассчитывая на серьезные компенсации, да, в процессе. Ну, вот мы сейчас что-то делаем, а потом, конечно, мы там что-то получим, ну, в том числе от Вашингтона, в том числе от каких-то международных организаций, в том числе от Европейского Союза. А никто ничего не получил, понимаешь, никто ничего не получил. То есть деньги, средства потрачены, отношения с Россией испорчены, убытки приобретены в этом смысле тоже, а профита-то нет, так сказать, экономически все скатывается в серьезный кризис, я имею в виду в Европе в целом, а профита-то нет, понимаешь. А старик Байден разводит руками и говорит, я вам ничего не обещал, вообще я не помню. Вот я не помню и все, понимаешь. Вот. А вообще, вот смотрите, кстати, хороший парень, Вова Зеленский, надо ему помочь. А мы уже помогаем. А вы мало помогаете, помогайте еще. Ну, вот это приблизительно такая история. Чем она закончится, сложно себе представить, но, по крайней мере, точно совершенно, так сказать, никуда они там не продвинутся, понятно, и все это рано или поздно закончится. Но хотелось бы, чтобы рано, потому что все-таки на фронте, в зоне боевых действий, военного соприкосновения, вообще-то гибнут люди, военнослужащие с обоих сторон. Анатолич, ты понимаешь, у меня вот ощущение, что та западная помощь, которая была адресована Киеву, она-то туда, конечно, дошла, но она была опущена совсем на другое. Я сегодня просто замер в полном немом благолепии, когда из Киева мне прислали видео, что внучка секретаря СНБО Данилова, ну, который вот вечный мирософоб, заявлениями отмечается каждый день, потратила миллион гривен на то, чтобы на одном из торговых центров разместить рекламу своей печени. Ну, не так много, насколько я себе представляю, миллион гривен. Ну, разместил, разместил. Не, Анатолич, в момент, когда Украина переживает невиданную в мире агрессию, как говорят в новостях. Ну, послушай, ну, они же все относятся к этому как к какой-то игре, потому что это же вся игра, она где-то там, на юго-востоке. В Киеве все прекрасно. Ну, есть определенный, так сказать, тренд такой милитаризированный. Ну, и все. А жизнь продолжается. Че, да, внучка Данилова тратит миллион гривен на какую-то свою музыку. Ну, нормально. У них это нормальная история. Ты посмотри, там, чего этот подоляк там сегодня выступил. Он тоже вообще деятель. То есть, это знаешь как... Ты это монолог про Вертухаев? Ну, да, это знаешь как? Это как вот говорили в давние времена, ссы в глаза божья роса. Понимаешь, я извиняюсь за цитирование, так сказать, клубочных поговорок. Ну, это про них. Это про них. Анатолич, ну, на самом деле ведь многие сегодня вздрогнули, потому что это вот заявление про то, что Россия хочет загнать их в ГУЛАГ и всех сделать Вертухами последовало после того, как вчера отправили в тюрьму митрополита Павла. Ну, да, к сожалению так. К сожалению. Настоятеля Киева-Печерской лавры. Я смотрел трансляцию. Я обалдел, увидев лица украинских журналистов. Понимаешь, даже им было противно и мерзко вообще от всего того, что происходит. Ну, конечно, слушай, Владыка Павел, ну, весьма пожилой человек. И, так сказать, здоровье у него, конечно, не лучше. И понятно, что никому не опасен, ну, я имею в виду с точки зрения его заключения под стражу, такую под стражу, прямо в тюрьму-тюрьму. Ну, явно это даже по людоедским, украинским меркам сегодняшним, ну, это явный перебор. Понимаешь, перебор, причем, ну, такой с душком таким неприятным. Потому что одно дело, ну, когда риторически все это описывалось, как некая бесовщина, да, там беснующиеся разные, там, люди вокруг, то ли они наигрывали, то ли они действительно одержимы, там, бесами и так далее. А совсем другое, когда вот так вот как-то буднично, без эмоций, просто берут и пожилого человека, предстоятеля украинской православной церкви, между прочим, пасто, которая насчитывает там несколько десятков миллионов прихожан, берут и сажают в тюрьму. Вообще ни за что. Ну, то есть, это такое, конечно, даже у отмороженных уже таких, значит, с атрофированной совестью украинских журналистов тоже, так сказать, что-то пробирает, понимаешь? Анатольевич, чтобы закрыть уже тему Украины, вот я внимательно смотрел два дня Summit Альянса и потом читал многочисленные комментарии в западной печати. Знаешь, меня удивил один момент. Вот они, в принципе, обсуждают Украину как территорию, где вот можно устроить выставку достижений оружейного хозяйства. Я за все вот это время, вот что читал, я не нашел ни одного хотя бы намека на то обстоятельство, подождите, а Украина-то сама по себе, вот она что производит? Вот завтра, если, допустим, заканчивается СВО, вот Запад помахал ручкой и пошел, а Украина, извините, с чем остается? С неразминированной территорией, с этими пресловутными кассетными боеприпасами, вон, Лаос и Камбоджа, соответственно, 60 и 50 лет последние пытаются это все разминировать, и до сих пор не удается. Ну, конечно, но об этом же никто не думает сейчас, понимаешь, никто не думает, и, естественно, не говорит, и не обсуждает. Ну, то, что касается этих разных европейских натовских стран, так им и плевать глубоко, они так априори еще в начале, я думаю, на стадии проектирования еще вот этого шабаша на Украине уже, в общем-то, списали в расход, ну, или там, в издержки, да, целую, так сказать, страну, там с, ну, хорошо, там осталось, ну, 28-25 миллионов, вот, по некоторым таким разным оценкам, граждан же осталось на тех территориях, которые остались сегодня на Украине. Вот они их просто списали, вот, просто издержки и все, у них же не, вся эта, весь этот проект же не про Украину, не про жизнь на Украине, не про будущее украинских детей, а это, так сказать, про некое геополитическое противостояние, вот такое поле битвы, знаешь, по Пелевину, Украина, где вот, так сказать, они в таком процессе режиме пытаются побороть русского медведя очередной раз. Вот и все. А это все издержки, понимаешь, никто об этом не думает. Ну, ну, да, потом будут еще 30 лет разгребать эти кассетные боеприпасы и прочее. Кого это волнует? Никому. На людей всем наплевать. 30 ли лет, Анатолич? 30 ли лет это будут разгребать? На людей, Армен, наплевать всем. Вот, так сказать, наша позиция, мы, как бы, людей бережем и стараемся аккуратно, и часто даже вопреки собственным интересам, аккуратно, аккуратно, лишний раз не задевать, так сказать, или не нанести ущерб, а им все равно. Вот, понимаешь, от слова совсем. Им плевать, они их списали, то есть, это у них уже в убытках, ну, останется кто-то жив, ну, слава богу, повезло, будут, так сказать, там, что-нибудь дальше с ними делать. Вот и все. Анатолич, ну, я, конечно, понимаю, что сейчас мои слова, наверное, многих озлобят или огорчат, но, тем не менее, когда вот это все закончится, но ведь вот эти люди, они останутся, там же очень много людей русских. Да. И вот эти люди, вот с ними что потом делать? Их как-то интегрировать в новые российские регионы или оставить там, вот я вот этого не понимаю, потому что вот сейчас идет у них контрнаступление, а параллельно они эвакуируют людей из Сумской области. А в Сумской области что такого происходит? Что требуется немедленная эвакуация? Ну, ну да. Что-то происходит, что-то происходит. Ты посмотри, например, на этой неделе очередной раз, ну, видимо, замен, так сказать, этого контрнаступа, украинский главком залуженный, да, разразился очередным интервью Вашингтон-Пост. Ну, посмотри, тебе очень понравится. Самое, самое яркое место, самое, самое яркое место, знаешь, прям даже хочется процитировать. Как только у меня будут средства, я что-нибудь предприму. Мне наплевать, меня никто не остановит. Ну, это отвечая на вопрос, что, дескать, вот есть ограничения со стороны там Соединенных Штатов союзников по НАТО о применении там поставляемого вооружения. Ну, там такой длинный вопрос, знаешь, корреспондент такой очень интеллигентный. И ответ такой. Я так подозреваю, он матом отвечал, просто это соблегчили. Ну, то есть, они просто сумасшедшие люди, понимаешь, они бешеные, да только вот что делать с этим бешенством, потому что у меня ощущение, что на сегодняшний момент нет в принципе еще никакой вакцины, которую можно было бы вколоть для исцеления всех этих людей, если бы речь бы шла бы только про одного бы условно заложного, а в эту же вакханалию втянуты десятки тысяч, если не сотни тысяч, среди которых в том числе много достаточно людей русских, что меня отдельно, конечно, чрезвычайно огорчает. Бывшие в эфире главного информационного радио страны Вести ФМ, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, сразу после которого продолжим. Не переключайтесь. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? В прямом эфире главного информационного радио страны Вести ФМ продолжаем программу Быш, Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Двигаемся дальше. Анатолич, на этой неделе внезапно три молдавских министра подали в отставку. А что это вдруг? У них же так славно все вытанцовывается. Ну, не знаю, что у них там вытанцовывается. А то, что самая и без того нищая страна в Европе падает просто в яму какой-то гипернищеты, это совершенно точно. Ну, просто отвечать. Никто же не хочет за это все. Вот они отправились туда, куда отправились. Вот. С другой стороны, другие министры, например, выпускник МГИНО, министр иностранных дел и евроинвегации Республики Молдова Нику Папеску отправился в Вильнюс на этой неделе. Вот. Как раз вот на тот самый саммит НАТО, о котором мы говорили в первой части. И там, надо сказать, он прямо имел успех. Он там и с госсекретарем Энтони Блинкиным, и зам генсека НАТО Джоанни и министр иностранных дел Германии, Финляндии, Франции, Швеции, Бенгрии, Эстонии, Великобритании, Словении, Греции, Грузии, Румынии и даже Исландии. Ты понимаешь, ну просто вот он прям звезда. Звезда, так сказать, саммит. Это к вопросу на то, что там было на этом мероприятии. Вот. И прямо вот-вот-вот мы хотим платформа поддержки Молдовы. Надо немедленно, бегом-бегом. НАТО не НАТО. Значит, в то же время они все там хором подтверждают поддержку территориальной целостности, суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ. Там, призывают России вывести войска. Ну прям вот, понимаешь, так сказать, счастье полное и взаимопонимание, при том, что ну последние лет 20 на моей памяти российскими тоже упрямо подтверждает вот эту самую территориальную целостность и суверенитет Республики Молдовы, хотя Приднестровская Молдавская Республика никем не признаны, вполне себе параллельным курсом развивается и поднимает российский флаг. Ну вот, такое вот, а там за пару дней до этого саммита спикер известный тебе Игорь Гросу, спикер парламента Молдова, публично заявил, что процесс это сейчас цитирую, интеграция республики в ЕС не обсуждается в пакете с решением Приднестровского конфликта. Ну вот так вот. Подожди, я запутался, а это как? А вот так вот. А кому надо верить, Гросу или Мину Папеску? Хороший вопрос. Нет, ну а что Папеску? Папеска тоже вполне себе в этой парадигме движется только вот в сторону НАТО. То есть, если они друг друга не противоречат. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что до 1940 года территория Приднестровья входила в состав Украинской СССР как Молдавская автономия, что собственно и стало современной правовой основой государственности Приднестровской Молдавской Республики. Вот складывая все эти нехитрые, так сказать, обстоятельства, я даже не знаю, что у них там у всех в голове, но вот факт остается фактом. На этой неделе Дадон призвал кабинет Санду покаяться и уйти в отставку, а кабинет Санду ответил предложением дисквалифицировать на три года членов партии ШОР от всех выборов. Ну да, нет, при том, что здесь важно подчеркнуть, что мистер Дадон эти предложения о покаянии делает из-под ареста, из-под домашнего, но он уже не домашний арест, а там какой-то, как-то он там называется. Ограниченная свобода действий. Да, ну да, что он не может выехать за пределы страны, находясь под двумя уголовными делами под следствием. Ну вот, это просто важная ремарка. Вот, ну да. Ну а в партии что делать? Она все-таки в парламенте представлена. А ничего страшного. Хотя не конституционно уже. Так правильно, они же отменили ее, запретили. А есть казус, там есть несколько там, по-моему, 8-9 там депутатов от этой партии в парламенте. И казус заключается в том, что либо нужно досрочные парламентские выборы назначать, ну потому что, ну как бы, да, не может же быть депутат запрещенной партии, ну то есть партии нет, а фракция есть, да, более того, партии не просто нет, она запрещена. Вот, и они сейчас лихорадочно ищут какую-то формулу, чтобы этих депутатов как-то по-другому переписать, понимаешь, как-то как-то сформулировать. А они, естественно, пока торгуются и не согласны. Ну а что им? У них же есть вождь в Израиле, я имею в виду Илон Шор, который ими руководит как может издалека. Пока они вот ему верны. Анатольевич, а тебе не кажется, что этот вот весь сюжет, он очень такой кинематографический? Ну да. Что в определенном смысле вот если даже весь этот трагизм с ухудшением образа, уровня жизни населения Молдовы убрать за скобки, то ощущение какого-то, знаешь, такого веселого скетч-сериала. Партия Шор, которая не конституционна, но тем не менее сидит в парламенте. Совместные заявления партии социалистов и коммунистов, на которые никто, кроме России, внимания не обращает. Отправка молдавских журналистов на сайт Миротворец. Ну да. Ну это же прикольно смотреть вот так вот и себя обстрагируют. Не, я согласен полностью, это что-то такое вот в стиле Кустурицы. Если бы и был Кустурица, так сказать, кто-то бы уговорил его снять этот, написать такой сценарий, или даже сценарий здесь писать, он уже написан практически, его надо чуть-чуть, так сказать, доработать, да, и снять такое кино, конечно, оно было бы шедеврально, да, и веселое, и прекрасное. Даже, даже сериал, наверное, какой-то можно такой веселый изобразить. Анатолич, я на этой неделе общался с коллегами, с молдавскими, ты знаешь, когда они сказали, что они начинают тосковать по Плохотнюку, я издал смех Мефистофеля. Ну да, это то, о чем мы с тобой говорили последний год, наверное, да, вот это, что вы еще пожалеете, да, и будете вспоминать, так сказать, благословенные времена Влада Георгиевича Плохотнюка, когда все находилось в каком-то условном балансе, все ругали, кстати, все его, значит, тихо ненавидели, кто-то завидовал, понимаешь, кто-то, так сказать, деньги получал с удовольствием по мелочи, но все все устраивало так или иначе, все думали, что так будет вечно. Вот, потом, значит, совместно собрались и под руководством американского посла, а также посла Евросоюза и специального представителя России изгнали Плохотнюка, Плохотнюка, мы же помним, да, эту историю, ну, изгнали, хорошо, теперь как-то вот совсем, всем грустно, более того, вот в той негативной части, которая, так сказать, который славился режим Плохотнюка, я имею в виду политические репрессии, там, определенные выдавливания неугодных людей за пределы страны и так далее, сегодняшний режим Санду пошел гораздо дальше, ну, то есть, если при Плохотнюке, как при человеке таком условно-криминальном существовали какие-то криминальные, условно-криминальные понятия, то Санду с удовольствием использует весь этот репрессионный аппарат и никаких понятий у нее нету, ни законов, ни понятий, вот просто удивительно, ну, факт. Анатолич, мне вот эти молдавские коллеги, вот они сказали фразу, после которой, понимаешь, я гаденько похихикал внутри себя, они сказали, ну, вот сидел же Плохотнюк, да, ну, подумаешь, компромат собирал, ну, подумаешь, денежные потоки распределял, но в целом-то жизнь-то была лучше. Конечно, подумаешь, миллиард из бюджета отжал, но он же потом каким-то образом реинвестировал, часть этих денег там в виде, так сказать, таких конвертных платежей, понимаешь, там, начиная от журналистов, кончая там парламентариями, какими-нибудь министрами, судьями, то есть такая система перераспределения по Плохотнюку, то есть они вместе с Шором значит, этот миллиард отжали, но потом же часть реинвестировали обратно, ну, конечно, там издержки, что-то себе оставили, но что-то же и на людей потратили, не на всех, на некоторых, но тем не менее, конечно, а тут, смотри, жмут еще сильнее, иди-ка будет, чего никто не дает, это же неправильный подход. Ну, вообще, вот, это специфика молдавской политики, я вот должен очередной раз сказать, что это, конечно, не для слабонервных, и в очередной раз удивляюсь, конечно, вот, несчастливой такой звезде молдавского народу, который с года в год вот примерно одно и то же происходит. Сейчас на джингл региональный прервемся и продолжим. Вести ФМ 18.45 в российской столице, двигаемся дальше, в программе бывшие, на очереди у нас в Грузии. Анатолий, как тебе новость, что польские медики провели, так сказать, исследования, анализы в Саакашвили, не нашли его отравления? Это как вообще? Ну, как, ну, не нашли, ну, что ж теперь делать? Какие-то неправильные медики, понимаешь, попались, наняли неправильных медиков. Их же, так сказать, привезли для того, чтобы они как раз что-то обнаружили, а они, видишь, ничего и не обнаружили. Ну, может, недоплатили, это же тоже свойственно Саакашвили и его, этой всей шайке, понимаешь, то есть, они же такие жадные люди-то, наверное, обещали одно полякам, в итоге получилось другое, вместо денег, так сказать, напоили вином и вкусным грузинской едой. Их это не удовлетворило, и вот они ничего и не нашли. Ну, вообще, удивительно, вот, сколько еще дополнительных сюрпризов будет таить это вот пресловутое дело Мишико. чтобы закончить уже там с Кавказом, сегодня же должна быть встреча Алиева с Пашиняном, ну, по крайней мере, она анонсировалась. Вот, спрошу у тебя по поводу прогнозов на ее результативность. Ну, я не жду никаких принципиальных или кардинальных изменений или прорывов от этой встречи, вот, скажем так, интеллигентно, скажем. Вот. Ничто не говорит о том, что что-то может измениться. К сожалению, так. Тогда дальше пойдем. Узбекистан нас часто критикуют за то, что мы мало говорим о Центральной Азии. Вот, сегодня есть хороший повод. Президент Узбекистана Мирзеев, которого только вот только избрался 10 июля, сходу уволил 17 чиновников, назвав их спящими предателями. А вот у меня вопрос, а до этого что, не была деструктивная деятельность видна? Не, ну, конечно, это же, так сказать, Восток. Центральная Азия вообще особенная часть вот этой восточной культуры. И понятно, что все не слава Богу в узбекском королевстве. И, собственно, ради этого Мирзеев затеял конституционную реформу, провел ее блестяще. Несмотря на то, что он мог и не проводить досрочных парламентских президентских выборов, да, после того, как, так сказать, все прошло, слава Богу, да, тем не менее, он лично настоял на этих выборах, то есть это такое подтверждение его личной легитимности, с одной стороны, с другой стороны, общественной поддержки, общественно-политической поддержки, и, по сути, подтверждение мандата на такую кардинальную реформу. то есть конституционно все, законодательно все исправлено, сейчас нужно исправлять внутренние механизмы, ну, собственно, ротация кадров, это и есть исправление тех самых внутренних механизмов, то есть у него сейчас полный карбланш на подобные вещи, в том числе и в избегской элите, в том числе при таком поддержке международного сообщества, если так можно выразиться, да, то есть вот такая легитимность там 87% голосов избирателей, при том, что это несколько другие выборы, нежели бывали раньше в этой республике до конституционной реформы, соответственно, дает ему такой карбланш. Вот. Анатолич, соседняя Киргизия, президент Жапаров утвердил новую военную доктрину, направленную на усиление армии. Я, может быть, что-то пропустил, а что, у Киргизии какая-то там напряженная ситуация где-то с кем-то? Ну, Киргизия все время напряженная ситуация. Нет, у него внутренняя из-за каждых выборов, но это же не внешняя история с армией. Ну, я бы сказал, там перманентно напряженная ситуация на границе с Казахстаном и, кроме всего прочего, общая турбулентность, так сказать, мировая, да, она вот предполагает в том числе и подобные шаги. Почему же нет? понятно, что и они уж кто-кто, а Центральная Азия совершенно четко помнят излишнее внимание к себе со стороны Британской империи, да, там, в начале 20-го века мы помним все эти басмаческие истории, да, там, и они тоже прекрасно помнят. Механизмы-то мало с тех пор изменились. Сегодняшняя активность британских спецслужб в регионе вообще в Тюркском мире, да, так сказать, через Турцию и дальше она очевидна и совершенно не помешает иметь более-менее боеспособную армию, которая могла бы, ну, хотя бы выиграть определенное время до прихода, так сказать, сил коллективного реагирования по линии УДКБ. Например, да, как несколько, вот, некоторое время назад мы помним попытку госпереворота в Казахстане, где именно вмешательство сил оперативного реагирования УДКБ сделало невозможным этот государственный переворот. Ну и в конце традиционно по поводу Прибалтики. Анатолич, как тебе награждение Байдена орденом на золотой цепи в Литве? Да нормально, что всем всем этим самым, все Литвой эти золотые коронки задавали, понимаешь, на то, чтобы отлить золотую цепь для этого ордена, для Байдена. Он же пусть и дряхлый, но император Палпатин, понимаешь, то есть ему не золотое, позолоченное не предлагай, это же понятно, так что все продолжается в том же абсурдном, абсолютно абсурдном режиме, абсолютно абсурдном режиме. Слушай, по поводу Литвы, там же есть еще великая активность Польши, которая чуть ли уже не начинает готовить некий контингент, который будет заведен на запад Украины, ну то есть это по сути дела возвращение восточных крестов, но ведь и Литве тоже стоит вообще задуматься, задуматься, а то и приготовиться, в конце концов, вот-вот, а то и приготовиться, да, задуматься, а то и приготовиться, ну совершенно правильно, совершенно правильно, и я предполагаю, что так оно и будет, другое дело, что здесь вообще же нету никаких, так сказать, противоречий, то есть в рамках общих разных конструкций типа НАТО, типа там этого Североевропейского Союза, там много чего можно, там Союз этих Балтийских стран, да, куда тоже Польша входит, особенно вот сейчас под предлогом мнимой российской угрозы, обеспечения безопасности, там бла-бла-бла-бла-бла, вполне допускаю, что там под НАТОвским флагом регулярные польские войска войдут и будут стоять и потихонечку будут прибирать и гражданские администрации, почему нет, это же такое все. Ну, Анатольевич, ну на выходе опять мы будем потом виноваты? Ну, конечно, угроза-то виновата. Крати литовской государственной. Конечно, ну потому что мы же угроза, а вот из-за этой угрозы соответственно поляки, ну и все, поляки спасли, ну, виноваты русские, естественно, нормальная формула. А тогда существование Латвии, Эстонии, как будет происходить? потому что если из Трибалтийского вымиратства изъять одну часть, то две остальные тоже могут подвиснуть? Ну, они и так подвисают периодически. И вот последние события, ну, я имею в виду вояж Байдена туда на север, да, Европы, где он там всех похлопал по плечу, со всеми там поговорил, выступил в университете и так далее. то есть, это явная такая иллюстрация, что пока вот угодно Вашингтон, они есть, будет неугодно их, не будет. Будет Польша или что-то еще. Ну, и в самом конце о делах судебных в той же самой Прибалтике, ну, в частности, в Латвии. Марат Касем, шеф-редактор «Спутник Литва», острофован на 15 тысяч евро за то, что работал на российское информационное агентство и параллельно прошел суд над Русланом Панкратовым, экс-депутатом Рижской Думы, которому запрещен официально выезд из страны, как человек, который несет угрозу национальной безопасности. Ну, понятно, но, слава Богу, что они будут на свободе, понимаешь, потому что они же длительное время в тюрьме провели. Журналисты, депутаты, общественники, ну, это же вообще ужас. Слава Богу, что на свободе. Я думаю, что и Руслан Панкратов и Марат будут бороться таскать дальше за свое, честное имя, за свои права. Вот. И понятно, что, по крайней мере, Руслан точно никуда не уедет из своей родной Риги, как бы не пытались, так сказать, его выдавливать. Я так понимаю, сейчас ему активно, так сказать, рекомендуют, да, просто партизанским образом покинуть страну, ну, чтобы, так сказать, никогда больше туда не вернуться, ни к родителям, ни к могилам. Ну, и, соответственно, разыграть это в качестве, так сказать, очередного медийного сюжета. Ну, я знаю Руслана, я уверен, что он будет бороться до конца. Абсолютно убежден в этом и общаюсь с Русланом, знаю его настрой, но вообще вот сам вот этот факт, такое вот откровенное политическое судилище в стране Европейского Союза, конечно, противоречит очень многим заявленным изначально там ценностям. Такие вот бывшие у нас были на этой неделе. Анатолий, спасибо огромное за этот разговор, надеюсь, на следующей неделе продолжим, но мне остается только напомнить, что все семь дней нас можно читать в Телеграме, Телеграм-канал Мартынов, Телеграм-канал Гаспарян, мы регулярно пишем, в том числе, о новостях, связанных с ближним зарубежьем. А впереди на Вести ФМ вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны, всегда интересно. Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? Вести ФМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok